Сегодня я хочу рассказать вам о результатах раскопок в Турции, при которых были найдены вещи Хюрем, как предполагают историки, и они с уверенностью утверждают, что по найденным вещам мы теперь еще больше знаем о Хюрем. Как вы знаете, Османская династия жила в разных дворцах в зависимости от эпохи своего развития. В сериале мы видели хорошо исполненный макет дворца Тапкапы, слышали, но не видели старый дворец, и не раз в сериале династия ездила отдыхать во дворец в Эдирне. И если Тапкапы – это музей, который принимает туристов, то старый дворец – это давно уже здание Стамбульского университета. Но оба дворца стоят, и их можно увидеть в реальной жизни. Чего не скажешь про дворец в Эдирне. К сожалению, он был разрушен еще во времена Османской империи, и мы уже, как современники, никогда не сможем побывать в его родных стенах. Дворец в Эдирне считался местом охоты и отдыха султанов. Он был вторым по величине после Тапкапы, использовался султанами вплоть до XIX века. Самыми частыми его посетителями были султан Сулейман Великолепный, Схюрем, его сын Султан Селим, его правнук Ахмед и еще три последующих султана. Первые серьезные разрушения дворцу нанесла русско-турецкая война в 1829 году, а окончательно он был разрушен в 1878 году. Причиной полного разрушения было решение губернатора Эдирне. Там были взорваны военные арсеналы. Но в 2009 году по решению властей на месте, где стоял дворец Эдирне, начались долгожданные исторические раскопки. И вот что уже успели найти. Раскопки на месте дворца обнаружили высококачественные фарфоровые тарелки, из которых, как считают историки и археологи, ели фрукты султан Сулейман и Хюрем. Также было найдено множество флаконов из-под духов и банок из-под косметических дремов. Председатель раскопок сказал, что вполне может быть, что один из флаконов или любая из найденных баночек могли принадлежать Роксолане. Какие же секреты были раскрыты археологами и учеными при раскопках в Эдирне? Хочется отметить, что на протяжении многих веков, а особенно уже в современном мире, останки дворца подвергались активным набегам охотников за сокровищами. Как утверждают ученые, некоторые важные для истории артефакты были попросту похищены, а необходимые для установления исторической истины элементы архитектуры окончательно разрушены. Но, тем не менее, специалисты активно работают и многое, что уже удалось установить. Утверждается, что сделанные находки уже сегодня подтверждают, что во дворец подавалась вода, она текла также из крана, как это сегодня происходит в современных домах. Этого удалось достичь благодаря профессиональной работе Мемара Синана, который также, как когда-то привел воду в Стамбул, сумел обеспечить бесперебойную подачу воды и во дворец в Эдирне. Также были найдены стоки, по простому – канализация, а это значит, что в те века Хюрем-Султан пользовалась благами современной цивилизации. С ума сойти, так как сегодня множество современных деревень используют уличные уборные с дырой в земле. Среди наиболее важных находок были находки, занимающие важное место в Османской дворцовой кухне. Среди них керамические горшки, чашки, фруктовые тарелки, миски, подсвечники, банки, кувшины. Все эти находки ученые также отнесли к эпохе султана Сулеймана. Это позволило сделать вывод, что семья султана вела во дворце активную социальную жизнь по высоким стандартам того времени. Архитектура дворца, а это 72 отдельных здания, 117 комнат, 21 церемониальный зал, 18 бань, 4 кладовых и не только, доказывают, что в этом дворце семья султана не только охотилась и отдыхала, но и работала. Здесь принимались важные государственные решения. Бурная жизнь вокруг жизни Хюрем-Султан с ее историей принесла в нашу жизнь много нового и понимания, что Роксолана жила светской жизнью. Народ той эпохи не был темным, по крайней мере, не все, а многие блага цивилизации, которые порой недоступны в современном мире, были в Османской империи уже 500 лет назад. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok